Сегодня ситуация на дорогах Славянского района оставляет желать лучшего. Более 600 дорожно-транспортных происшествий произошло только за 8 месяцев нынешнего года. Аварийность растет, цифры статистики не утешают. Каковы причины сложившейся ситуации и как изменить ее к лучшему, выяснили мои коллеги Надежда Неткачева и Александр Косицын. Сотрудники ГИБДД не устают повторять, дорога – это то место, где внимание нельзя отключать ни на секунду. А еще нужно соблюдать правила дорожного движения. Тогда и трагедии можно будет избежать. О том, какая ситуация сложилась на дорогах Славянского района, рассказал начальник отдела ГИБДД по Славянскому району Евгений Ильиных. Основной причиной роста числа аварий все-таки служит значительная разгрузка проезжей части дороги из числа отдыхающих людей транзитного транспорта. И, как правило, увеличением скоростного режима. На сегодняшний день ситуация такова, что по тем сводкам, которые ежедневно я получаю, это общее количество у нас 84 дорожно-транспортных происшествий. Это на 8 дорожных аварий больше, чем в сравнении с прошлым годом. Значит, количество пострадавших у нас сравнялось на уровне прошлого года и составляет 73 человека. Основные причины крупных дорожно-транспортных происшествий в районе, по мнению инспекторов ГИБДД, элементарное несоблюдение скоростного режима и незнание большинством водителей правил проезда перекрестков. До тех пор, пока водители не будут соблюдать правила, а пешеходы не поймут, что дорога – зона повышенной опасности, количество дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями будет расти. Для того, чтобы снизить аварийность на дорогах, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия. Рейды патрулируют по улицам города. В целях также снижения уровня аварийности нам инициировано проведение двух профилактических мероприятий. Это молодой водитель, прежде всего, направленный на профилактику нарушения правил дорожного движения. Молодыми людьми, имеющими стаж водительский до 5 лет и возрастным цензом до 25 лет, уже на протяжении недели запущен, введён в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Тайфун», который в автоматическом режиме осуществляет контроль за соблюдениями водителями транспортных средств, требований, подписанных дорожным знаком 327, то есть остановка, стоянка запрещена. Никто не застрахован от страшных трагедий на дорогах. Сотрудники ГИБДД ещё раз обращаются к автолюбителям, быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Надежда Неткачева, Александр Костицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова